Итак, какой продукт похож на мозг? На мозг? Просто копия. Похож. Грецкий орех. Открывайте секретную коробочку. Это самая сложная тайна была. Вот эту коробочку. Вот эту открывайте. Ой, да и правда, тут грецкий орех. Ой, ой. Ничего, грецкий орех. Крюмпе нам подложили, вместо того, чтобы дать очищенную. Мы откроем сейчас. Герман Шаевич, дайте нам один орешек, чтобы мы показали, что все-таки он похож на мозг. Вот он он, смотрите. В самом деле похож на полушарие мозга с извилинами. Итак, грецкий орех. А как вы считаете, есть в этом какой-то великий сермяжный смысл? В том, что грецкий орех похож на мозг. Может быть, что-то есть в составе ореха, что как-то действует на мозг? Наверное, какой-то витамин есть. Или какой-то компонент, который улучшает деятельность мозга. Какой компонент там есть, который улучшает деятельность мозга? Или микроэлемент даже, по-моему, верни, конечно. Да, наверное, микроэлемент есть. Это мы смеемся, потому что вот эти абстракции, витамины, микроэлементы и минералы, они ни о чем не говорят, но на людей производят какое-то мистическое впечатление. Хотя во всех продуктах, без исключения, есть витамины, микроэлементы и минералы. То есть сказать это, все равно, что не сказать ничего. Потому что ты ничего не знаешь, но вроде блеснул тремя словами. Все? Дмитрий Николаевич, спасайте культурного работника. Это потрясающее сходство, которое еще далекие наши предки заметили. Более того, орех назвали царским, запретили его есть несчастным рабам в Египте, чтобы они, не дай бог, не продвинулись в своем умственном развитии и не поняли, что они, рабы, не взбунтовались. Это действительно история, нисколько я не утрирую. Но здесь содержатся жирные кислоты, омега-3 жирные кислоты. А это главная структурная составляющая оболочки нейронов, то есть тех проводков, микропроводков, по которым внутри нашего мозга идут нервные импульсы. Пойдемте проведем опыт.